Человек хочет, всегда хочет мгновенных решений. Ему надо починить то, что сломалось вот прямо здесь и сейчас. А что вы предлагаете, что сделать, чтобы стало легче здесь и сейчас, прямо вот в эту минуту? Разрешить терзающие человека противоречия требуется немедленно. И тот, кто рассказывает обывателю сказки, тот, кто обещает ему новый социализм, кисельные берега, СССР 2.0 или настоящий суверенитет через поправленную всем миром конституцию, затем человек и будет готов пойти. Так проявляется, так работает субъективный идеализм масс. Готовность все объяснять через призму психологии и через влияние личности. Страну разрушили у нас масоны и Сорос, коммунальные трубы перегрызает Байден. То есть, постоянно работают некие плохие люди, которые нас, каждого из нас по определению физиологически ненавидят, исторически ненавидят русских. Миром в такой его картине правят непостижимые чудеса. Природа и психология человека в таком мире неизменны. Тысячелетние русские всегда будут врагами тысячелетних англосаксов. Само собой, для борьбы с плохими людьми постоянно требуются хорошие люди, возглавлять которых будет самый хороший человек, герой, царь, скажет кто-нибудь, верховный руководитель, такой, как Сталин или такой, как Николай II. У либералов вся эта метафизика выглядит очень похоже, только с другим, может быть, знаком. Там все хорошие находятся на Западе, а плохие здесь. Это идеалистическое сознание взялось не из ниоткуда. Оно, во-первых, отражает колоссальный регресс производительных сил в нашей стране, деиндустриализацию, разрушение науки и образования. Поинтересуйтесь, какие профессии сегодня являются самыми массовыми и популярными в стране. Ни дня не проходит, чтобы какой-нибудь вуз не подписал партнерского договора с какой-нибудь епархией. А во-вторых, иррациональное мышление заботливо пестуется правящим классом, капиталистами. Отсюда рвение, с которым капиталисты насаждают не только РЕН-ТВ условно или передачи по экстрасенсам на первых и вторых каналах, а религию. Религия — это концентрированный идеализм, испытанное средство. Религия — смертельный враг любой конкретики. Религия объясняет объективную реальность через сказку, через волшебные категории, через доброе и злое, через плохих и хороших людей, которые становятся плохими и хорошими не под воздействием объективных обстоятельств, а по сверхъестественным причинам. То есть в религии все, включая капиталистические гнеты, эксплуатацию, воровство из ваших карманов, берется из ниоткуда. Именно поэтому профессиональные охранители, а кого профессиональные охранители охраняют, они охраняют капиталистов, тех, кто охранителей нанимает. Так вот, поэтому охранители изо всех сил способствуют распространению разнообразной гапоновщины, около религиозных движений, отвлекающих рабочий класс от размышлений о причинах и следствиях своего трагического положения. Гапоновщина породила и поощряла царская охранка. Впрочем, в каждой капиталистической стране находились и находятся до сих пор собственные гапоны. Что делает гапоновщина? Она тоже обещает мгновенное решение проблемы. Как в том мультфильме «Бежим, а то без нас все вкусное съедят». Повторяю, разгонись как следует и взлетай. Опаздываем, все вкусное съедят. Пишем петицию царю, соберем подписи за отмену пенсионной реформы, поможем верховному руководителю поправить конституцию и развяжем ему, наконец, руки. Выключим лампочки на час по всей стране, объявим новый социализм. Раздадим паспорта граждан СССР. Выйдем на протест против масонской вакцинации и шваба. Все что угодно, лишь бы человек не задумывался о реальном положении дел и причинах этого положения. То есть, все что угодно, чтобы человек не начал осознавать классовую природу общества, свою принадлежность к одному из классов и необходимость личного, а не делегированного какому-то ютуб-деятелю участия в классовой борьбе. Цель охранителя Ягапоновщины — усыплять классовое сознание. Наша цель — не дать им усыпить классовое сознание. Именно это является первоочередным направлением борьбы, первоочередной задачей, самым важным фронтом. Они усыпляют, мы разусыпляем. Наша цель — будить человека. Ведь наша неприятная, горькая, ежедневная, противная такая, приводящая в бешенство охранителя пропаганда, открывает человеку глаза, заставляет прочистить зрение.